Друзья, я нашла рецепт самого быстрого и вкусного печенья к чаю. Готовится за считанные минуты и получается очень вкусное, ароматное домашнее печенье. Все продукты простые и найдутся в каждом доме. Всем привет! Вы на канале Готовим Дома. Меня зовут Олеся. И по традиции, напишите пожалуйста в комментариях, из какого города или страны вы смотрите наш канал. Ну что, включаем духовку и начинаем готовить! Первое, что мне понадобится, это мука. Беру 320 грамм муки, большую миску и просеиваю муку. Муку для выпечки я всегда стараюсь просеивать. И чтобы вы не пекли печенье, пирог, торт или булочки, если взять себе за правило просеивать муку, любая выпечка всегда будет получаться более пышной и воздушной. Сюда же кладу 2 столовых ложки сахара. В муку добавляю чайную ложку разрыхлителя. Тесто очень простое, ничего не нужно взбивать, просто все смешал и готово. И маленькую щепотку соли. Посмотрите, соли беру совсем чуть-чуть, она не должна чувствоваться в готовом печенье, но соль усиливает сладость. И добавляю в тесто чайную ложечку ванильного сахара. Обожаю, когда в доме пахнет ванилью. Аромат просто на весь дом, как в кондитерской. И уже все соседи знают, когда у нас что-то вкусненькое к чаю. Беру 100 г сливочного масла. Масло у меня мягкое, я заранее достала его из холодильника. Добавляю масло в муку. И вот так быстренько смешиваю все прямо руками. Все делается очень быстро. И вот такая мучная крошка должна получиться. У меня на это ушло не больше минуты. Добавляю сюда одно яйцо. Второе яйцо, пусть пока полежит, оно понадобится чуть позже. И кладу 100 г сметаны. Сметану можете брать любой жирности, у меня 20%. Сначала перемешиваю ложкой. И затем быстро замешиваю тесто руками. Вот такое мягенькое тесто на сметане у нас получилось. Можно оставить тесто отдохнуть минут на 10, но это не обязательно. Если оставляете тесто отдыхать, то обязательно накройте его тарелкой или миской, чтобы не заветрилось. Тесто уже отдохнуло. Беру скалку и слегка раскатываю тесто. Делаю вот такой круг. Он не обязательно должен быть сильно ровным. Наоборот, делаю так, как получается. Ведь у нас простая домашняя выпечка. И здесь нам как раз пригодится второе яйцо. Смазываю тесто яйцом. А можно смазать только желтком. Приготовь, поделись, подпишись. И сверху посыпаю сахаром. Сахаром посыпаю по вкусу. У меня ушло примерно 2 столовых ложки. Нарезаю круг на печенье. Можно нарезать обычно ножом. Можно ножом для пиццы. А у меня вот такая штучка, которая делает волнистые края. Я не знаю, как она называется, если честно. И вообще, есть ли у нее какое-то название. Вот если вы знаете, напишите, пожалуйста, в комментариях. Мне очень интересно. Выкладываю печенье на противень. Противень застилаю пергаментом, чтобы печенье не пригорало. Кладу печенье на небольшом расстоянии друг от друга, так как во время выпечки оно немного увеличится в размере. Духовку я заранее разогрела. Температура духовки 180 градусов. И мое печенье выпекалось 25 минут. Посмотрите, какая красота получилась. Печенье получается вкусное, мягонькое, слоистое, в меру сладкое и рассыпчатое. И посмотрите, какой чудесный разлом у печенья. Видно, какое оно мягкое в серединке. Можете приготовить такое печенье хоть на неделю. Оно отлично хранится в закрытом контейнере. Сверху я люблю посыпать печенье сахарной пудрой. И подаю его к чаю и кофе для нас с мужем. А дети любят таскать его просто так или с молоком. Они обожают брать такое домашнее печенье с собой в школу на перекус. Обязательно приготовьте такое печенье, друзья. Вам точно понравится. А чтобы не потерять рецепт, поделитесь им с друзьями и подружками в соцсетях. Друзья, а также не забудьте подписаться на канал, если вы еще не подписаны. И нажмите колокольчик рядом с кнопочкой подписаться. Тогда вы первыми будете смотреть мои новые вкусные рецепты. Новые видео на канале выходят два раза в неделю. Желаю вам приятного аппетита, прекрасного настроения. С вами была Олеся. На канале Готовим Дома. Пока-пока. И скоро увидимся.